Мы были в числе лучших в России. Мы периодически, раз в нескольких, делаем выставку. У вас одна из самых больших сетей муниципальных архивистов. 46 муниципальных архивов во всех муниципальных районах и городских округах. Помимо этого, три крупных архива. Третьих, значит, их всегда, всегда присматриваются архивы, если пользуются заслуженностью, чем их третий. Архивы – это не просто хранение документов. И это, в первую очередь, хранение нашей истории. То есть это то, что называется памятью народа. Поэтому это не вчерашний день, это сегодняшний день и завтрашний день. Если у нас архив будет в ближайшем образом сегодня поддерживаться, а документы, которые там находятся, сохранятся, то завтра уже никто никогда не перепишет нашу историю. Память потеряет. Если мы эту память потеряем, мы потеряем за себя архивной деятельностью. Безусловно, мы сегодня четко должны понимать, что не древнее было дело производства. Современные темпы развития нашего общества, в том числе и технические, они позволяют сегодняшней уже молодежи в доступной для нее форме обращаться к документам, которые находятся в архиве. И, конечно, я говорю о том, чтобы перевести документы с бумажного носителя на электронный носитель. Тогда архивы будут не просто там местом, где хранятся документы, а там, где они будут все равно востревованы. И очень легко доступны, в первую очередь, для любого жителя и нашего края, в первую очередь, конечно же, и страны. Таких только, конечно, могут знать, которые... ...прием у гостей всех уровней, и самое главное, что дальше надбегаем проблемы решения женщин. Я не знаю, насколько острый стоит вопрос именно с прессом, но вот это все, есть ли... Я сегодня ищу вот тех партнеров, чтобы мы поэтапно, понятно, постепенно, но начали передагружать в лично-акоммунальное хозяйство. Принципиально важно, чтобы, конечно, здесь цена выросла. То есть важно, чтобы инвестор оставался инвестором. Не за счет повышения тарифов, не за счет тарифов, не за счет обновленных вложений, в том числе и от лично-бытового хозяйства, лично-коммунального, и по структуру. Нужно бояться этих проблем, в том числе и проблем в лично-акоммунальном хозяйстве. Нужно просто их решать, решать вовремя. Если мы их будем решать вовремя, то даже в рамках сегодняшних цен мы сможем. А если мы будем откатывать на завтра-последавтра, я всегда говорю, что проблема будет становиться еще дороже и дороже. За счет достаточно теплосередного технологического рывка удалось сделать низкую стоимость очистки воды. И это позволяет проведать бюджет в источнике. Водоснабжение, в целом проблемы определенных коммунальных служб региона. Мы работаем в департаменте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!